Десять матчей не просто без побед, а десять матчей вообще без очков. Штальбург-Динамо самый-самый аутсайдер в чемпионатуре Янска по мини-футболу среди команд Суперлиги. Лишь в одиннадцатом туре коллектив впервые ушел с поля, не проиграв. Неделю назад была зафиксирована ничья во встрече против пока еще действующего чемпиона Симбирска 5-5. Команда, возможно, раскрепостилась. У нас уже турнирных задач особых нет. Поэтому, возможно, связано с технологическим каким-то моментом то, что ребята играют уже не на результаты, а чисто ради удовольствия. Как сегодня пропускали, забивали, просто получили удовольствие от игры. Чтобы поправить игру и турнирное положение, в январском перерыве чемпионата динамовцы укрепили с защитником Никитой Кузововым и нападающим Андреем Русанцевым. Когда-то невысокий форвард на пару с Акуневским играл за Симкор и боролся за самые высокие места в Суперлиге. С новым клубом у Русанцева совсем другие задачи. Конечно, интересно с точки зрения себя, свой характер, говорится, закалить, так скажем. Легче, конечно, играть, когда в команде много мастеров, да, и то есть больше за чемпионство. Конечно, давление есть, но не настолько. Когда ты тащишь, да, и команда начинает подхватывать этот дух, это, конечно, приятное ощущение. Соперник «Динамо» по очередному туру – смена. Команда также звезд с неба не хватает. Перед началом сезона ей прочили борьбу за выживание, а она по диштек 12-му туру взобралась на седьмое место, обыграв уже по ходу сезона и Семьбирск, и УМЗ. А 15 набранных очков практически гарантировали ей прописку в Суперлиге на сезон будущий. В некоторых играх было больше дисциплины, настраивались на игры. Все, как бы была именно командная такая игра, особенно в обороне. Приходится очень много играть, потому что пока не хватает нам мастерства держать мяч и так далее. Половину тайма потратили сменой «Динамо» на разведку. При этом голевые моменты давали соперникам большим трудом. О том, что в итоге команда настреляет друг друга больше десятка мячей, не верилось вообще. А начало голевого импиршества положил капитан смены Александр Костенко. После точнейшего паса голкипер Рустама Изъятова он неотразимо пробил касание точно в дальний угол. Этот гол стал не только украшением тура, но и позволил форварду закрепиться на втором месте в списке бомбардиров Суперлиги. Как таковой задачи у меня лучшим бомбардиром стать нету. А больше всего забиваю, наверное, потому что меня больше дают в команде. То есть другие игроки, там в том же Мобби Рейте, там очень много игроков, которые забивают. У нас в команде все-таки чаще стараются меня на острие выдвинуть, поэтому я больше забиваю. То есть ничего в этом такого нет. Гол Костенко придал игрокам смены уверенности, и они заиграли по-спортивному злее. И очередные голы не заставили себя ждать. Сначала Иван Герасимов выиграл силовую борьбу у голкипера «Динамо» Богдана Довгуляка, а затем отлучился Артем Сафиуллин. С автором этого гола можно записать все того же Костенко. Это его дальний удар парировал Довгалюк, но с забиванием Сафиуллина не справился. 3-0. До конца первой тайма оставалось чуть больше шести минут. Вторую игру подряд проигрываем по ходу матча. И только когда начинаем проигрывать, начинаем играть с запредельной самодачей. Вначале не получается завестись с самого начала. Поэтому пока не пропустим, мы не можем завестись иначе, чем аксиазом. Лишь пропустив трижды, «Динамо» наконец-то проявила себя в атаке. За собой команду повел ее корифей Кирилл Дерябин. Еще до перерыва он забил дважды. Причем голы получились совершенно одинаковыми. Вот мяча из-за боковой и мощнейший удар под перекладину. И это не повтор. Это Дерябин оформляет дубль, до минимума сокращая преимущество смены. 3-2. Пауза на перерыв. Ребят, смотрите, одновременно начали в конце встречать. Они только вперед начинают выбивать мяч. Мы сразу подхватываем, в два забили. Все здорово. Второй тайм начался с того, что динамовец Камиль Сабитов попал в штангу. Этот момент словно встряхнул смену. Ее игроки поняли. К счастью лучше искать у чужих ворот. И нашли его еще дважды. Сначала Костенко забил свой очередной гол, реализовав выход 1 на 1 с голкипером «Динамо». А еще через пару минут отличился Алексей Бондаренко после паса Ивана Герасимова. 5-2 в пользу смены. В этот момент показалось, что интрига в матче умерла окончательно. Уверовали в успех и бело-оранжевые. Было такое чувство, что мы уже победили. Особенно даже в первом тайме. То есть мы играли, но концентрация пропала практически сразу. И из-за этого мы начали пропускать ненужные мячи. Но «Динамо» молодцы. Молодцы – это не то слово. И снова, как и в первом тайме, свою команду повел вперед Дерябин. К тому моменту смена сменила голкипера. На последний рубеж заступил Александр Теофанов. Однако и для него мощнейшие удары Кирилла стали полным кошмаром. Сначала Дерябин задел с игры. Голкипер только и успел потрогать мяч руками. А затем достал его из ворот. Следом отличился Максим Архипов, удачно подставив ногу под мяч, когда поворот отбил партнер по команде. И, наконец, точнейший удар Дерябина со штрафного. Ничья 5-5. Смена в полной прострации. А «Динамо» на кураже бьется до последних секунд. В итоге награда. Победный гол у Санцева. 6-5. Есть первая победа «Динамо» в чемпионате. Долгожданная победа сбылась. Я всегда привык до последних минут. Не сдаюсь. Говорится, можно до последней секунды забивать. Это уже было. И в прошлых чемпионатах было забивал. Поэтому борюсь до свистка. Казалось, что игра нам легко дается. Стали чуть-чуть не успевать. Пропустили гол. Вот соперник поверил в свои силы. А мы думали, что мы до сих пор имеем преимущество. Хотя его, на самом деле, уже не было. В остальном 12-й тур обошелся без сенсаций. Очередное поражение Симбирска, на этот раз от Платона со счетом 3-7, уже практически никого не удивляет. Лучший бомбардир Суперлиги Игорь Ахмедшин, отбыв дисквалификацию, отличился дважды. ПСК во второй раз в сезоне выиграл у «Контактора» 2-0. Голы на счету Максима Соболева и Максима Копралова. А Эльмир Вахитов из «Контактора» схлопотал удаление. 11-ю победу в чемпионате одержал лидер Мобирейт, на этот раз над УМЗ 4-2. Дубль на счету играющего тренера Андрея Злыдарева. Кристалл оказался крепче юниора 4-1. Таким образом, Мобирейт сохранил 10-очковый отрыв от ближайших преследователей. В их число по-прежнему входят Платон и ПСК. Кристалл тоже рядом, но он уже вне призовой тройки. Все хуже и хуже турнирное положение «Контактора». У команды сменился тренер, но ситуацию это пока не меняет. 13-й тур состоится через неделю, 9 февраля. У смены через 7 дней будет куда более серьезный соперник – Мобирейт. Сможет ли команда дать бой после обидной осечки в матче с «Динамо»? В свою очередь, «Динамовцы» встретятся с Платоном. Лицом к лицу сойдутся лидеры бомбардирской гонки Игорь Ахмедшин и Александр Костенко. А центральной встречей и по статусу, и по календарю с большой долей вероятности станет битва «Кристалла» и «Контактора». О ней и других играх 13-го тура ровно через неделю в нашем обзоре.